МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Вот лишь некоторые темы выпуска. На политическом старте партии определились с кандидатами в Госдуму и Госсовет Чувашии. Совет да любовь. В московском районе столицы открылся зал торжественной регистрации семейных союзов. Будем надеяться, на чемпионате России по маунтинбайку отберут кандидатов в Рио-де-Жанейро. 18 сентября по всей стране пройдет единый день голосования. Нам предстоит выбор депутатов Государственной Думы России и Государственного Совета. Выборы пройдут по смешанной системе, по партийным спискам и одномандатным округам. В новом составе Государственной Думы по-прежнему 450 депутатов, 225 по партийным спискам и 225 по одномандатным округам. Кандидатами в Госдуму по партийному списку от КПРФ из Чувашии выдвинуто три человека. Список возглавил депутат Госдумы, бессменный лидер чувашских коммунистов, 69-летний Валентин Шурчанов. Еще один представитель Чувашии, 29-летняя алатарская коммунистка Алла Пшеничная идет пятым номером в региональном списке. По Канажскому одномандатному округу номер 37 в качестве кандидата выдвинут Григорий Данилов. Шурчанов также заявлен в качестве кандидата по Чебоксарскому одномандатному округу номер 38. Сформировали свои списки и либерал-демократы. Федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы возглавил сам Владимир Вольфович Жириновский. Чувашских либерал-демократов на выборах в российский парламент будут представлять Константин Степанов, Владимир Ямангеев, Сергей Белобаев и Николай Слепнев. Справедливая Россия для участия в выборах выдвинула четверых претендентов из Чувашии. В региональной группе федерального списка Чувашия идет в связке с Мариэл и Ульяновской областью. Из девяти выдвинутых кандидатов Чувашию будут представлять Олег Николаев, Игорь Маляков и Сергей Семенов. Все они были депутатами прежнего созыва Госсовета Республики. Анатолий Аксаков, глава Комитета Госдумы по экономической политике, лидер Чувашских эсеров заявлен по Канажскому одномандатному округу номер 38. В Чебоксарскому округе номер 37 справедливо росы делают ставку для депутата Госсовета Олега Николаева. Кандидатами в Государственную Думу от Единой России стали три представителя Чувашии. Федеральный список возглавил лидер партии Дмитрий Медведев. Региональную группу, которую возглавил Вячеслав Никонов, включены Алена Аршинова, Николай Малов и Николай Владимиров. По Чебоксарскому одномандатному округу номер 38 партия утвердила в качестве кандидата главу Чебоксар Леонида Черкесова. Татьяна Молокова, Республика. Сегодня в Республике проходят две партийные конференции региональных отделений Единой России и Справедливой России. На них определяются кандидаты, которые будут баллотироваться в Государственный совет Чувашии. В июле также свои партконференции провели и КПРФ, и ЛДПР. Чувашское региональное отделение ЛДПР выдвинуло своих кандидатов в Государственный совет на партконференции, которая прошла 9 июля. После тщательного отбора добро получили 22 кандидата по одномандатным округам и 21 по единому избирательному округу. Также определились с кандидатами в региональный парламент чувашские коммунисты. По результатам конференции всех процедур в список вошли 63 человека. Своих кандидатов и предвыборную программу обсудили 22 июля и на конференции «Справедливой России». В единый избирательный список вошел 51 человек. Они распределены по 22 региональным группам. В Чебоксарах состоялась конференция Чувашского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Главный вопрос на повестке дня партийного форума во движении кандидатов в депутаты Государственного Совета Чувашии по единому избирательному округу и одномандатным избирательным округам. Делегаты конференции утверждают и предвыборную программу регионального отделения партии. Напомним, что списки кандидатов сформированы по итогам предварительного партийного голосования. На основе поступивших предложений и наказов жителей республики сформирована программа под девизом «Чувашия – регион комфортного проживания». Она станет основой для деятельности региональной организации «Единой России» на ближайшие пять лет. Уровень преступности в республике, работоспособность кадрового состава, обеспечение правопорядка в ходе подготовки и проведения грядущих выборов – эти и другие темы обсудили на расширенном заседании коллегии МВД по Чувашии. За первые полугодия органам внутренних дел удалось добиться снижения уровня преступности по ряду направлений. Тяжкие и особо тяжкие преступления, грабежи, преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения и среди несовершеннолетних. При этом отметился рост банковского, сотового и интернет-мошенничества, а также случаев изготовления поддельных купюр. Массив этих деяний составил 1152 факта или треть всех хищений. Зарегистрировано 171 факту распространения поддельных купюр, и они вновь и вновь регистрируются практически ежедневно. Наша задача найти способы, упреждающие противостояние этих угрозам, повысить бдительность и информированность граждан. Министр внутренних дел Сергей Нияскин отметил уровень преступности в Чувашии ниже, чем в среднем по России и ПФО. В расчете на 10 тысяч человек совершено 64 преступления. Повысился уровень раскрываемости. Большая работа была проделана по раскрытию преступлений по горячим следам. Однако не во всех районах республики складывается положительная динамика. Отдельные руководители не смогли принять действенных мер, направленные на перелом негативной тенденции, не организовали работу на упреждении. Рост регистрированных преступлений отмечен 12 муниципальных образований республики. Наибольший уровень преступности отмечается в Козловском, Ядринском районах, а также в городе Чебоксары. На коллегии также обсудили направление работы на второе полугодие. Приоритете деятельности органов внутренних дел, повышение раскрытия преступлений в течение дежурных суток, пресечение экономических правонарушений, эффективная работа нарядов полиции. Глава Чебоксары Михаила Игнатьев подчеркнул, тесное взаимодействие органов власти и ведомства обеспечивает безопасность людей. Государственная политика, она обозначена, приоритетами является, конечно, охрана общественного порядка, сохранение стабильной общественно-политической ситуации. Это важно для всех нас, потому что мы обязаны, прежде всего, органы власти создавать благоприятную среду для развития реального сектора экономики. Придерживаться намеченного курса министерство намерено и впредь. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. Новый город и микрорайон Волжский. На счету этого застройщика не одна сотня домов. Сегодня многопрофильное предприятие «Инкост» отмечает свое 25-летие. Сотрудников предприятия поздравил и глава республики Михаил Игнатьев. За четверть века сделано многое, а предстоит еще больше. Совместные проекты с администрацией города, участие в российских и международных выставках. За последние несколько лет «Инкост» неоднократно побеждал в экономических соревнованиях между строительными организациями. В мае этого года компанию досталось почетной грамоты за вклад в развитие строительной индустрии в Чувашской республике. «Признателен всем тем ветеранам, которые стояли на истоке образования, становления данной фирмы. За эти 25 лет фирма «Инкост» сегодня твердо стоит на обоих ногах. Поэтому я благодарен и генеральному директору, и всем тем дружинникам, членам команды, которые выстояли этот сложный период». Потеря в нашем профессиональном сообществе. Сегодня в Чебоксарах простились с известным радиожурналистом Иваном Перовым. Иван Николаевич родился в Победном 1945 году. Окончил Чувашское отделение историко-филологического факультета ЧГО, работал учителем Чувашского языка и литературы, директором школы. В 1980-м решил связать свою судьбу с журналистикой, пришел работать на ГТРК «Чуваши». «Каждое слово надо переводить на чувашский язык. И грамотно. Новости – это очень многое. Надо выбирать, отбирать, перебирать. Самое лучшее надо выдать эфир». Иван Перов был корреспондентом, комментатором редакции информационных и публицистических программ, редактором службы радиовещания. Кроме выпусков новостей, готовил еженедельные передачи о здоровье. Иван Николаевич до последнего работал на радио. И даже в день его ухода в эфир вышла программа «Права потребителя». Коллеги навсегда запомнили Ивана Перова жизнерадостным, энергичным и искренне интересующимся всем, что происходит в родной Чуваши. Настоящим журналистом. Сегодня в Чебоксарах стартовало первенство России по маунтинбайку. В соревнованиях принимает участие более 300 спортсменов из разных регионов страны. Сегодня на старт вышли юниоры. Кому покорилась Чебоксарская трасса, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. В тренировочной зоне шум колес заглушает все. Разминаться велосипедистам приходится усердно. Конкуренция на этих стартах слишком серьезная. Побороться за медали в Чебоксары приехали и призеры прошлых лет. Всего более 20 команд. Мы уже плавно переходим к тому, что просматриваем кандидатов на Олимпиаду в следующие четырехлетие у нас Олимпийские игры в Токио. Я рассчитываю видеть молодых девчонок и ребят, способных бороться, завоевывать места на таких крупных турнирах, как чемпионаты мира, Европа, Кубки мира и, естественно, Олимпийские игры. Поэтому для нас это очень важно. Старты юниоров одни из самых массовых. В рамках первенства России по маунтинбайку в Чебоксарах разыграют 5 комплектов наград. Сегодня за медали сражались и девушки 15-16 лет. Трасса непростая. Спортсмены преодолевали извилистые тропы, овраги и крутые подъемы. Чтобы забраться вверх на этом участке, железных коней приходилось нести на руках. Первой к финишу удалось приехать Ане Миролюбовой. Накануне первенства она получила новый байк. Велосипед не подвел. В этом году пока в рейтинге я иду первая, я еще ни одной серьезной гонки не проиграла. Еще есть гонки в этом году. Будут в Крыму, в Бижевске. Буду готовиться дальше. Юношам предстояло преодолеть более 10 километров. Лидеры этой гонки определились уже после первого круга. Лучший результат показал представитель команды из Москвы. Спортсменам из Чувашии на пьедестал почета подняться не удалось. Но шансы завоевать медали еще есть. Завтра юниоры, юниорки. У нас юниор сильный есть, Осипов. Потом есть юниорки, девочки. Ведущая наша по молодежи, 13-14 лет, Герасимова, получила травму. А мы на нее надеялись, на призовое место. Завтра в Чебоксарах стартует и чемпионат страны по маунтинбайку. Для лучших филогонщиков России он станет поводом проверить свои силы перед Олимпиадой в Рио. Я надеюсь, что мы все-таки попадем на Олимпиаду. И рассчитываю на то, что фаворитом будет от нашей команды представитель Чувашской республики Ирина Калинтьева. К национальному чемпионату приурочат и открытие регионального центра развития маунтинбайка. Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев, Республика. Торжественно зарегистрировать брак теперь можно и в московском районе Чебоксар. В районной администрации открылся зал для проведения свадебной церемонии. Как это происходит, одними из первых увидела и наша съемочная группа. Открытие нового зала бракосочетаний с нетерпением ждали не только будущие молодожены, но и работники администрации московского района. Раньше получить свидетельство о заключении брака можно было лишь в одном из маленьких кабинетов. Не было ни торжественной церемонии, ни праздничного убранства. Я надеюсь, что вот это здание, где мы сегодня находимся, оно будет, наверное, таким стартом в счастливую жизнь для многих молодых людей, которые приняли для себя один из важнейших решений в жизни. С начала этого года в московском отделе ЗАГСа зарегистрировано 110 бракосочетаний. Пара Ирины Евграфовой и Максима Иванова стала 111 и первой, кто получил свидетельство о создании семьи в новом зале. Я торжественно объявляю вас мужем и женой. Мы очень сильно рады вообще. Мы не ожидали такого вообще праздника. Спасибо большое московской администрации за такой праздник. Мы счастливы. Здесь спокойно, уютно, чисто, красиво. И гостеприимно. Спасибо большое. Торжественные залы для регистрации теперь есть во всех районах Щебоксар. Они работают шесть дней в неделю. Подать заявление можно в любом районном отделе ЗАГС, а можно через портал госуслуг. С начала года с его помощью зарегистрировано более 60% обращений. Так что о многочасовых очередях в ЗАГСе можно забыть. Записать акт гражданского состояния уже не проблема. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. Образовательный форум Таврида ежегодно собирает в Крыму тысячи молодых людей со всех уголков России. На днях представители Чуваши вернулись с очередной смены. Юлия Важенина о том, какие результаты у наших ребят. Его уже называют взрослым артеком и вторым селигером за возможность с пользой провести время на берегу Черного моря и побывать на мастер-классах у известных специалистов. В этом году конкурс для поездки на Тавриду, как в престижный университет, не менее пяти человек на место. Художники и скульпторы, режиссеры, сценаристы, поэты и композиторы возим тематических смен по неделе. Лучшие представители творческой молодежи будут учиться и как на экзамене защищать свои проекты. А мастер-классы в огромных шатрах будут давать приглашенные профессионалы, известные всей стране. Участники форума привозят с собой не только новые знания и вдохновения, но и возможность реализовать свои идеи. 24 участника каждой смены с профильными проектами публично доказали состоятельность своих идей и теперь разъезжаются по городам, забирая с собой сертификаты на денежные суммы в 100, 200 и 300 тысяч рублей. В ближайшие 9 месяцев они обязаны реализовать замыслы и отчитаться о затратах. Юный дизайнер из Чувашии Вера Валентинова привезла в Чубаксары грант 200 тысяч рублей на реализацию своей идеи. Мы приехали на Тавриду вместе с проектом. Он представляет из себя единый портал, на котором молодые специалисты, такие как дизайнеры, художники, искусствоведы, могут смотреть видео-лекции, а также мастер-классы, делиться своими знаниями и опытом и спрашивать у специалистов какие-то их интересующие вопросы в режиме реального времени. То есть это все будет происходить как будто бы в прямом эфире. Для нашего проекта необходима единая система, которая продается и доступна в сети интернет. Мы ее выкупаем и в дальнейшем производим на свет сам сайт, сам портал. Происходит верстка, дизайн. И затем мы уже будем приглашать специалистов со всех регионов нашей страны. Развивать проект и даже сделать его своей основной работой – все это в планах у Веры. И именно молодежный форум Таврида дал ей шанс реализовать свою мечту. Юлия Важенина, Сергей Адушкин, Республика. Такой была эта пятница глазами корреспондентов программы Республика. Я Ольга Панова с вами прощаюсь. До встречи в эфире и удачных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова